Так, генератор Матари с автоматикой. Рассказываем, как обслуживать и как правильно подключить. Значит, как идёт подключение? Подключение идёт через блок АТС. Значит, с блока АТС на него идёт одна фаза, сюда заходит. Есть там, тут вот подключение, тут заходят три провода. Сначала идёт подключение с сети, сюда. Они слева идут. Потом идёт подключение от генератора. Подключение от генератора выходит с силовой розетки и заходит на клеммы генератор. И следующее подключение идёт подключение на дом. Причём на доме желательно отдельно вывести на автоматы те потребители, которые нужно запитать в первую очередь. То есть, если ток пропадёт, генератор заработает и будет выдавать ток непосредственно на тех потребителей, которые нужны. Там насосы, котёл, ещё что-нибудь. Есть вот такой вот провод. Это командный провод для работы и запуска генератора. Как он работает? Он не под напряжением. Один его конец втыкается в автоматику, второй конец втыкается вот сюда. Потому что вчера мне звонили люди, говорят, по этому току большое напряжение не пойдёт. Это чисто командный провод. По нему ток не идёт. Ток от генератора на дом выходит через силовую розетку и подключается сюда. Тут вот такая плата. Этот блок управления одинаковый и на 380, и на 220 вольт. И идёт на 4 вида генераторов. 7000, 9000, 10000 и 14000. Это по управлению, говорю. То есть, подключается так. Желательно вывести отдельно группу потребителей и на выходной больше не вешать. Есть тут ещё зима-лето. Для чего зима-лето? Зимой он... То есть, когда идёт запуск генератора, автоматически срабатывает заслонка. Вот тут такая вот... Вот, видите, вот эта штучка. Это заслонка, она срабатывает автоматически. Зимой она срабатывает на 5 секунд, летом она срабатывает на 3 секунды. Чуть-чуть запускается, отодвигается, запускается генератор. И задвигается. Генератор делает автоматика 5 пусков. То есть, если первый раз не удалось запуститься, она запускает второй, третий, четвёртый, пятый. Пять раз не удалось запуститься, выходит в ошибку. Чтобы генератор запустился, нужно залить масло. Вот сюда, до уровня. Нужно залить бензин. Важно! Есть ещё краник. Половина людей, вот у нас... Вот видите, вот краник. Он закрытый. Вот 80% не можем запустить, краник открыли, какой краник. Вот этот краник, его надо открыть. Здесь фильтр, его нужно чистить раз в месяц. Значит, генератор необходимо раз в месяц запускать. Если не работает, раз в три месяца полностью сливать и перерабатывать бензин. Если не будет, всё выпадет в фасаде, карбюратор просто израсходуется. Поэтому раз в месяц автоматику можно здесь отключить. Вот здесь вот есть выкл. Нажали выкл. Нажали ручной режим, вот чётко видно. Ручной режим выкл. Ключом с тактером провернули, проработали. Раз в месяц карбюратор топлива выработали. Масла менять первые через 10 моточасов. Кстати, масло взяли? Нет, мы пока не были. Я понял. Потом каждые 50 моточасов. Моточасы видны здесь. Каждые 100 моточасов надо поменять. Каждые 100 моточасов надо проверить свечу. Каждый месяц желательно прочищать, воздействовать воздушный фильтр. Сняли. Ну, не третье, посмотрите, как его. Просто можно как минимум продуть. Можно там в масляную ванну. Аккумунатор заряжается автоматически через блок управления, если генератор стоит в системе. Что вам ещё такое сказать? Генератор должен стоять на ровной поверхности. Будет стоять косо, сработает датчик уровня масла, тоже вырубится. Ну, в принципе, всё. Ключ вам сюда провернули, и старт он завёлся. Автоматику, если какие-то будут сложности, то набирайте, подскажу. Ну, это такой основной принцип, как её запустить. Потому что, ну, они там что-то все в последнее время. Это автомат, но желательно ставить ещё группу автоматов перед домом, чтобы не только этот автомат выбивал. Если он выбил, значит, пошла перегрузка, значит, надо уменьшить нагрузку на генераторе. Желательно, когда он работает, чтобы был полный бак. Если будет неполный бак, будет подсос воздуха, будет дёргаться. Ну, и бывает, немножко дёргается, если неполная нагрузка и работает на холостых. В общем, пользуйтесь на здоровье. Это такое вам будет видеоинструкция и всем остальным, как подключить автоматик. Субтитры подогнал «Симон»